Чистота начинается с каждого. Несмотря на плохую погоду, у жителей микрорайона старый аэропорт вышли на субботник. Активисты облагородили территорию и подготовили улицы к озеленению. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Глеб Никонов постоянно помогает своей бабушке по дому. Вместе с родителями ремонтирует забор, высаживает цветы. В свои 10 лет мальчик уже трудится на благо своего района в свободное время. Надо прибираться в микрорайоне, чтобы не было очень много мусора. И люди, которые сюда заезжают, не говорили, фу, почему этот микрорайон такой грязный. И вот мы прибираемся. Жительница микрорайона старый аэропорт Ольга Благодатская на субботники выходит регулярно. Женщина уверена, если каждый будет следить за чистотой города, проблем с загрязнением не будет. Это наш участок, наш район. Мы, конечно же, хотим, чтобы у нас здесь было чисто, красиво, если мы сами не постараемся, не позаботимся. Кто за нас это сделает? В том году, вот эти два года подряд у нас приходили, получается, работали на летний период. Мы брали наш старый аэропорт, брали школьников, подростков. Да, вот они тут у нас работали. А в этом году из-за этого коронавируса, получается, будем сами облагораживать свой поселок. Почему бы нет? Это не зазорно? Пошел, убрал. Два года подряд ТОС «Старый аэропорт» заключал договор с Центром занятости о предоставлении рабочих мест для молодежи на облагораживание территории. Это не только уборка, но и посадка цветов. Однако в этом году из-за пандемии генеральную уборку микрорайона наводят местные жители. Все жители микрорайона очень любят город Наринмар и то место, где мы живем, в частности, микрорайон Старый аэропорт. Поэтому стараются следить за порядком в микрорайоне и выходят сами. Мы уже в этом году несколько раз выходили, но учитывая, что сейчас карантин по коронавирусу, массовых субботников не устраиваем. Каждый выходит, прибирается у своего дома и прилегающую территорию убирает. То есть проезжую часть дороги, газоны. Следим за чистотой. Кстати, озеленение активисты микрорайона проводят за счет грантовой поддержки городской администрации. Вот и в этом году с помощью поддержки мэрии засеет газоны и высадит цветы на центральные улицы. Купили в Москве на заводе малых архитектурных форм ящики под цветы. И в прошлом году часть цветов выросли жители, часть цветов мы купили в агропроме. В этом году вновь мы будем дозакупать ящики и снова выращивать и покупать цветы. И будем улицу Российскую украшать. В других местах нам не высадить цветы, там нет, потому что ограждение, на которое можно было укрепить ящики. Но улица Российская будет в цветах. Добавлю, так как эпидемиологическая обстановка еще не стабилизировалась, при уборке микрорайона жители соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.